Недобросовестность плательщиков уже давно стала темой номер один на пресс-конференциях компании «Газпром Межрегион Газ Вологда». И даже в преддверии профессионального праздника разговор в основном идет о должниках. Общая сумма неплатежей со стороны потребителей голубого топлива на Вологодчине превышает полтора миллиарда рублей. Больше половины долгов числится за организациями коммунального комплекса. В черном списке и крупнейшее теплоснабжающее предприятие области – ТГК-2. Лишь совсем недавно после вмешательства главы региона ТГК-2 представила газовикам график погашения долгов. Этот график был нам представлен, но я сегодня, на сегодняшний день, Александр Николаевич, ничего там не изменилось у нас, да? На утро. ТГК-2 по-прежнему не исполняет свои обязательства. Я не хочу ставить диагноз ТГК-2, но, во всяком случае, какие-то уже возникают сомнения, вообще способна ли эта компания с нами работать и выполнять те обещания, которые нам дают. Что делать дальше – платить по счетам или переходить на альтернативные и более дорогие виды топлива – в ближайшие две недели должны решить еще порядка 30 предприятий области. До 15 сентября, такой срок обозначил глава региона, общая задолженность перед газовиками должна сократиться почти вдвое. Но до сих пор, признаются поставщики, не все потребители настроены на конструктивный диалог. Мы не можем поставлять газ просто под честное слово, или даже иногда без честного слова, а просто под какие-то некие требования. Вот поставляйте газ, вы обязаны. Газ – это такой же товар, который должен оплачиваться. Да, мы понимаем, что есть некие проблемы со сбором средств за поставки ресурсов, некая отсрочка платежа, это все понятно. Но когда некоторые предприятия вообще ставят вопрос так, что мы не собираемся оплатить, мы знаем, что 1 или 15 сентября вы все равно включите газ и никуда вы от этого не денетесь, вот это нас позиция не устраивает, и мы намерены в корне эту ситуацию менять. Из-за систематического нарушения платежной дисциплины компания «Газпром» Межрегион Газвологда предложила 14 своим потребителям расторгнуть договор поставки газа. Еще у девяти коммунальных предприятий региона будут проблемы с получением природного газа для выработки тепла. Помимо этого, сложившаяся ситуация с неплатежами тормозит развитие программы газификации области, которую на Вологодщине реализует «Газпром». Его инвестиции в нынешнем году составили порядка 300 миллионов рублей. Но если задолженность в ближайшее время не сократится или еще хуже увеличится, о движении вперед можно будет забыть. Евгений Осколков, Василий Попурин, Новости Вологды.